Всем привет! Сегодня у нас поучительный урок на тему старый друг лучше новых двух. А если точнее, то как 45-нанометровый Core i5 бессовестно нагибает функционально более богатый 32-нанометровый процессор. В прошлый раз мы познакомились с возможностями процессора Core i5-650 для платформы LGA 1156. Интересно, что в 2009-10-х годах у Intel была и другая серия, Core i5-700, и между ними много отличий. 600-я серия i5-х создана на базе 32-нанометровой микроархитектуры Westmore. Она получила всего два ядра, но в четыре потока благодаря технологии HyperTrading, встроенное видеоядро и более высокие частоты при меньшем TDP. В свою очередь, 700-я серия полагалась на проверенную временем 45-нанометровую микроархитектуру Nehalem и дизайн Linfield. Её представители лишены некоторых технологий и инструкций, зато получили полноценные 4 ядра и больше кэш-памяти L3. Логичнее было бы изучить возможности этой серии на примере более популярного Core i5-750, но нам не удалось его найти. Зато магазин Megabyte одолжил для теста Core i5-760, за что ему большое спасибо. Базовая частота работы CPU составляет 2800 МГц, а в динамическом разгоне он может кратковременно покорить планку в 3330 МГц при 95-ваттном TDP. Также в его составе есть контроллер оперативки с гарантированной поддержкой 16 гигов DDR3-1333 в двухканальном режиме. Тестовый стенд практически не изменился. За основу взяли материнскую плату Gigabyte GA-H55M-UD2H, ревизии 1.3. Жаль, что она не использует радиаторы в цепях питания, от этого наверняка бы выиграл разгонный потенциал процессора. Но с другой стороны, она и не создавалась с прицелом на оверклокинг, а больше как универсальная модель с поддержкой всех необходимых интерфейсов. В отличие от предыдущих тестов 32-нанометровых CPU, в этот раз система стартовала с 16, а не с 8 гигабайтами оперативной памяти. Даже бубен не понадобился, просто вставили квартет 4-гигабайтных модулей DDR3 от Samsung, и они сразу заработали на гарантированной частоте 1333 МГц. В изучении разгонного потенциала процессора помогла трёхсекционная водянка Cooler Master Master Liquid ML360P Silver Edition. Три её 120-мм вентилятора с яркой RGB-подсветкой вращаются на скорости до 1800 оборотов в минуту, создавая воздушный поток объёмом 76,5 кубических метров в час и шум 30 дБ. Как вам? Для операционной системы, бенчмарков и всех нужных игр хватило 2-терабайтных 2,5-дюймовых SSD Patriot P200. Выносливость каждого из них заявлена на уровне 640 терабайт, и для нас это очень важно, ведь приходится постоянно закачивать тяжеловесные обновления для игр. Если вы ещё не поняли, то у нас тут тест процессора, а не сборка, поэтому упираться в видеокарту не хотелось. А вспалит GeForce RTX 2080 Super GameRock и не придётся. Она имеет в своём составе более 3000 ядер CUDA, 48 ядер RT и 8 гигабайт собственной памяти GDDR6. С такими показателями она уж точно не станет слабым звеном. Ну и сами понимаете, ставить в систему мощные компоненты и использовать для питания бюджетный блок – это моветон. Так что мы сразу запаслись мощным и эффективным ReaTora Enigma 750W G2 с сертификатом 80PLUSGOLD. Только новички думают, что корпус никак не влияет на производительность системы, а опытные ребята знают, что он должен быть не только красивым и удобным, но и хорошо проветриваемым. Таковым является ReaTora CR1288TG с металлической сеткой на фронтальной панели и тремя вентиляторами в комплекте. Ну и естественно, ни одна система не обходится без периферии. Вы наверняка хорошо знакомы с характеристиками, внешним видом и эргономикой устройств компании Винго. А вот знаете ли вы, что мышки делятся на летающие и нелетающие? Да-да, это правда, причем среди дешевых летающих гораздо больше, особенно после серии проигранных боев. Ну а клавиатуры иногда используются для проверки качества изготовления столов. Давайте признавайтесь в комментариях, кто уже делал подобные эксперименты. Но что касается наших экспериментов с процессором, то все они были записаны внешней системой с Avermedia Live Gamer 4K, то есть без потери производительности. Все, сводные отстрелялись, давайте приступаем к тестам. И для начала решим вопрос разгона. Нам сразу удалось поднять частоту процессора до 4400 МГц, а оперативку ускорить до 1600 МГц. В таком режиме система проходила стресс-тест, а максимальная температура на ядрах поднималась до 77 градусов. Но в играх, когда и видеокарта начинала помогать прогреваться системе, начинались проблемы со стабильностью работы. В общем, пришлось опять лезть в BIOS, снижать частоту системной шины до 195 МГц, чтобы опустить частоту процессора ниже 4300 МГц. Оперативная память заработала в режиме DDR3 1560 МГц, с более высокими таймингами, чем в номинале. Стресс-тест опять прошел без проблем и троттлинга. Максимальная температура ядер находилась на том же уровне 77 градусов. Зато теперь и в играх все было стабильно. Именно в таком режиме пройдет основной игровой тест. Ребят, ну перед ним еще две небольшие вставки. В CPU-Z разгон поднял результаты Core i5-760 на 33-46%. В номинале он без проблем обходит APU A10-7850K, а после разгона бросает вызов уже Core i5-7600K, хотя и без шансов на успех, конечно. Но без умства храбрых поем мы песню. В Cinebench R15 максимальный бонус от оверклокинга достигает 67%. Если в номинале i5-760 держится позади двухъядерного гиперпня G45-60, то после разгона его соседом уже становится Core i5-6400 на минуточку. Показательно выглядит и сравнение в игровых бенчмарках на примере трех популярных API. В него мы добавили результаты двухъядерного четырехпоточного Core i5-650 из прошлого видео. Так вот, в World of Tanks and Core RT разгон повышает результаты 760 на 32-39%. Хотя даже в номинале он обходит 650 после оверклокинга максимум на 19%. Shadow of the Tomb Raider еще лучше реагирует на разгон. Если в номинале редкие и очень редкие события были ниже 24 фпс, то после оверклокинга они превышают 30 кадров в секунду. Вулкан на примере Вольфенштейн Янблад разгон обещает до 41% бонуса производительности. i5-760 в номинале превышает результаты 650 в разгоне на 17-19%. Что ж, пускай нами не удалось заставить систему стабильно работать в играх при частоте процессора 4400 МГц, но даже с понижением в район 4300 МГц мы получили около 40% бонуса производительности. Преимущество 760 над 650 в номинале составляет в среднем 53%. Если же сопоставить их результаты после разгона, то разрыв увеличивается до 56%. Так что как ни крути, а 45-нанометровый процессор выглядит лучше 32-нанометрового Vizavi. Ну вот мы и подошли к основному геймплейному тесту, который открывает Dota 2 при максимальном пресете. И обращаем ваше внимание, что раньше с чипами под LJ 1156 мы не поднимались выше среднего, а тут максимальный. И при всём при этом картинка радует глаз, а в видеоряде отсутствуют какие-либо подфризы. Кроссаут можно играть и с отличным пресетом графики. В первых двух боях возникали фрезы в моменты взрыва и отвала разных запчастей. Но потом, видимо, эти эффекты закешировались, и уже с третьей катки всё прошло без стучка и задоринки, со средней скоростью 250 кадров в секунду. Ну а War Thunder при максимальном пресете даже не требует прогревочных боёв для комфортного запуска. Средняя скорость поднимается выше 140 кадров в секунду, а показатель очень редких событий опускается ниже 40. Однако даже малейшего чувства дискомфорта во время игры не было. В World of Tanks также можно не ограничивать свои желания. Хочется поиграть на ультрах? Да пожалуйста! На выходе получаем более сотни FPS в среднем, с комфортной статистикой редких и очень редких событий, и без проблем в управлении. Хотя никто не мешает при игре на результат опуститься к высокому пресету для ещё большей плавности и комфорта. Честно скажем, Rust тестировали в спешке. Сразу сильно понизили настройки графики и побежали куда глаза глядят, получив в среднем более 70 FPS, адекватную статистику редких и очень редких событий, а также отзывчивое управление. Собирались попозже поиграться с настройками, чтобы добиться более красивой картинки, но забыли. Просим понять и простить. Warframe при высоком пресете слегка подтормаживала в первые несколько минут, пока подгружались все необходимые объекты и эффекты. Но уже скоро весь дискомфорт пропал, и не было никаких проблем как при изучении локации, так и при уничтожении врагов. В процессе статистика 0,1% лоу падала в район 40 кадров в секунду, но затем поднялась до 70. CS GO решили проверить в любимом нами режиме Danger Zone. Если тут проблем не будет, то в других будет еще веселее. И при низких настройках действительно получили плавный и комфортный геймплей. Показатель очень редких событий не проседал ниже 50 кадров в секунду. Вопросов к управлению также не возникло. В Overwatch, честно, особо и комментировать нечего. Выбрали ультра пресет и побежали, а иногда и полетели со средней скоростью выше 130 кадров в секунду. Никаких проблем в видеоряде и глюков в управлении не было и в помине. Даже 4-х ядерный 760-й не смог обеспечить более-менее приятный геймплей в пумках. Мы пробовали и средние, и низкие, и даже очень низкие настройки. Но во всех случаях геймплей получался дерганным. Это хорошо видно по статистике редких и очень редких событий. Зато в Пуп Глайд, как всегда, можно комфортно играть на ультрах. Средняя скорость поднимается за 200 фпс, но в графе очень редких событий видим менее 30. Хотя в геймплее мы этого ни разу не почувствовали. Бегали, прыгали, ездили, стреляли. Все было максимально плавно и отзывчиво. Fortnite на старых процессорах особо не радует. Думали, что хоть тут она пойдет без проблем на высоких настройках. А по факту пришлось опуститься к среднему пресету и мириться с легкими подергиваниями видеоряда. И что самое обидное, все это при заоблачном среднем фреймрейте. Да-да, синхронизация спасла бы ситуацию, но мы же все-таки следуем предел возможностей. В Apex Legends не было времени вручную подбирать настройки. Доверили эту задачу движку, который выкрутил почти все параметры на максимум. И вот в таком режиме бегалось комфортно, без фрезов и input lag, со средней скоростью за сотню FPS. При этом всегда есть возможность некоторые настройки снизить, чтобы немного разгрузить процессор. Компанию в StarCraft 2 можно проходить на высоких настройках. Средняя скорость поднимается выше 60 кадров в секунду, и в геймплее проблем нет. Однако, статистика редких и очень редких событий опускается в район 25-30 кадров в секунду. А это уже такой тревожный звоночек. Хотя, с другой стороны, в стратегиях это не так критично, как в шутерах. В GTA V при почти максимальных настройках полет нормальный, но без заветных 60 FPS в среднем. В городе скорость держится в районе 40-50 кадров в секунду. Управление полностью отзывчивое и без желейности. В третий Ведьмак хотели поиграть при запредельном пресете качества. Запустили и быстро передумали. А вот если опуститься к высокому профилю и выключить Hairworks, то бегаются вполне бодро, со средней скоростью в районе 60 FPS. Иногда проскакивают легкие подергивания во время сильной загрузки процессора, но без критических последствий. Assassin's Creed Odyssey сначала запустили на высоких, потом опустились к средним, а потом поняли, что даже при низком пресете будет не особо комфортно. Средняя скорость падает ниже 40 кадров в секунду, а остальная статистика ниже 24. В общем, без статтеров не обходится, но если сильно хочется, то пройти можно. Z-Division 2 протестировали в двух API при среднем пресете качества. В DirectX 11 идут постоянные подгрузки больших объемов данных, и поначалу есть легкое чувство дискомфорта, которое быстро проходит. И уже после этого претензий не было, несмотря на просевшую до 24 FPS статистику очень редких событий. А вот в DirectX 12 все гораздо хуже. Постоянно возникают сцены с отсутствием текстуры и детализации, которые затем резко появляются. Добавьте к этому подлагивание и донные показатели 1 и 0,1% low, и с DirectX 11 вы расставаться не захотите. Но вот с Gears 5 на ультрах в режиме DirectX 12 уже никаких проблем не возникло. Средняя скорость держится выше 60 кадров в секунду. Остальная статистика хоть и падает в район 30-40 FPS, но в геймплее это не ощущается. Фрезы и input lag отсутствуют, а значит можно вообще не обращать внимания на мониторинг. Metro Exodus при высоком качестве графики оказалась чуть стабильнее в режиме DirectX 11. Однако даже здесь разброс фреймрейта очень большой и без микрофризов не обходится в моменты высокой загрузки процессора. Не сказать, чтобы они нервировали прям и сильно мешали, но все равно добавляют свою ложку дискомфорта в любимый геймплей. И под конец запустили два проекта с API Vulkan. В Red Dead Redemption 2 скрутили почти все настройки на минимум, добавив лишь ультра текстуры и 16-кратную анизотропную фильтрацию. В городе получаем порядка 40 FPS в среднем. Остальная статистика держится в опасной зоне, но статоров и подлагиваний в геймплее не было. Doom Eternal без проблем бегается на ультрах. При желании и наличии мощной видеокарты можно штурмовать более высокие пресеты, но наиболее комфортным для прохождения нам показался именно этот. Все потому, что в нем средняя скорость держится в районе 80 кадров в секунду, а показатель очень редких событий около 50. Но и управление, конечно, ни разу не подвело. В Core i5-760 радует наличие 4 полноценных ядер вместо 2 ядер в 4 потока. Даже при более низких частотах в играх и бенчмарках он смотрится гораздо лучше i5-650. Также очень порадовало то, что система сразу увидела и корректно работала в паре с 16 гигабайтами оперативной памяти. Для современных игр это очень важно. А еще у процессора хороший разгонный потенциал. Были бы на плате радиаторы на VRM, может удалось бы стабилизировать его на частоте 4,4 ГГц или даже выше. Хотя и так все прошло хорошо. В общем, в играх попроще и в проектах с хорошей оптимизацией можно переходить к максимальным или высоким пресетам качества, если, конечно, видеокарта позволяет. А вот в ряде актуальных блокбастеров приходится опускаться к средним или низким настройкам. Да и с DirectX 12 не все гладко. Лучше сразу пробовать 11-й. В целом же 760-й однозначно лучше 650-го и подходит для антикризисного апгрейда с младших чипов. Но для полноты картины мы все-таки решили протестировать 4-х ядерный 8-ми поточный i7-860. Но это уже другая история. А пока делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки или дизлайки и порадуйте нас подпиской на канал. Всего вам хорошего, будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok